Привет народу! Сегодняшнее видео будет про то, как выбрать металлодетектор, как перед, допустим, покупкой, если есть такая возможность, именно про трясти детектор, понять, стоит он вашего внимания, не стоит он вашего внимания. И создание этого видео навеяно тем, что сейчас на ютюбе выложено много различных тестов, различных детекторов, и в этих тестах люди порой искренне не понимают, что на самом деле не так тестируются детекторы, порой осознанно вводят в заблуждение. И при тестировании детекторов есть основные вещи. Это глубина, естественно, это скорость восстановления, это дискриминация. И во всех этих трех позициях есть свои нюансы, о которых я сейчас вам и расскажу. Ну и первый тест, которым очень сильно можно проманипулировать, это тест на скорость восстановления. Значит, известно, что детекторы при виде черного металла кратковременно, причем все детекторы слепнут. Это сравнимо с тем, когда вы, допустим, из очень темного помещения выходите, допустим, из кинотеатра, выходите на свет. У вас белая пелена перед глазами, потом вы через какие-то секунды начинаете видеть крупные объекты, допустим, машины. И спустя там еще пять секунд при выходе, допустим, из темного помещения на свет, вы начинаете видеть же там мелкие объекты, номера на этих машинах. Также с этим тестом, да, можно проманипулировать, да, используя, например, крупный гвоздь и мелкую монету. В этом плане детектор, мой, допустим, детектор увидит монету сантиметров только через 15-20 после крупного гвоздя. Можно использовать что-то среднее, допустим, открывашку из нержавейки, и в таком случае скорость восстановления будет немножко больше. Можно использовать совсем маленький дохлый гвоздик, да. То есть сейчас я вам приблизительно все это покажу. И также после теста можно использовать, не скажем, не маленькую монетку, а вот такой вот рубль, да. И результаты тестов будут немножко разные, поэтому, когда вы смотрите всякие тестировочные видео, либо вам продавец что-то там впаривает, рассказывает, вы должны понимать вообще размер объектов, на которых все это тестирование проводится. Итак, большой-большой гвоздь, где-то, наверное, 15-сантиметровый и маленькая 10-копеечная монета. Смотрим. Монета на 15-сантиметрах как бы регистрируется, но такой схлип, который вы иногда будете копать, иногда копать не будете. Теперь тот же самый большой-большой гвоздь и монета рубль. То есть чувствуется уже, что схлип стал немного более ясным, и при возврате катушки мы уже слышим более четкий звук. Теперь тот же рубль и открывашка из стали. Совершенно четкий звук. Как видите, да, то есть размер железа уменьшился, увеличилась четкость сигнала. Поэтому во время тестов, когда вы смотрите их на ютюбе, или вам продавец что-то пытается доказать, будьте всегда в курсе, что вот этот тест на рекавере, он очень сильно зависит от того, какого размера монета, какого размера железка идет в этом тесте. Далее по степени запутанности у нас идет тест на глубину. Как правило, проводят все это на воздухе, на совершенно максимальных настройках детектора. И на нулевом грунте, на нулевых настройках грунта, чтобы вытащить максимальные цифры. При таких тестах надо для себя четко понимать, собственно, а будет ли возможно ходить с таким детектором, будет ли этот детектор работать на таких максимальных настройках. Вот сейчас попробуем, да, я максимально вытащил из своего детектора все, что можно. Попробуем тест там Рублевичу. Ну, около, наверное, тридцатника, тридцати сантиметров на рубль достается. Может, чуть больше. Очень, если я захочу услышать, тридцать два. Вот, а теперь давайте посмотрим, можно ли с моим детектором на таких настройках ходить. Так, здесь у меня различные причиндалы валяются, типа кувалды. Потом я еще про них расскажу. Сразу надо попытаться посмотреть, насколько будет стабилен детектор. Но мне, например, сейчас не очень вся эта ситуация нравится, поэтому мне придется немножко все-таки чувствительность снизить. На нулевом грунте работать практически никогда не получается. Это чистый, вообще нежнейший пляжный песочек, поэтому сейчас мы зайдем в настройки грунта и поставим какое-то среднее значение грунта. Вернем детектор на линейку и посмотрим, как он запоет сейчас. Так, ну теперь смотрим, что получилось после того, как мы честно немножко убрали чувствительность от максимальной. И чуть-чуть добавили грунта. Вот уже 32 я не получаю. 30. Все, цифра ушла к значению реальных 27. То есть фактически, когда вы видите все эти тесты детекторов, вы должны понимать, что в принципе детекторы, наверное, там на максималке все тестируются, и реальные цифры будут немножко ниже. Так, о чем я еще вам не рассказал, то, что бывают различные бездисплейные, однотональные детекторы. И с тестированием этих детекторов вообще сложно, и там по звуку непонятно, то ли это он на железо реагирует, то ли он на цветнину реагирует. И там результаты тестов, что на рекавери, на скорость восстановления, что на все остальное могут быть очень разными. Вот, кстати, сейчас очень удачно во время тестирования у меня зазвонил телефон. Если обратили внимание, перед тем, как у меня трубка начала играть, было такое жужжание детектора. Это, кстати, очень хороший тест на электропомехи. Когда вы тестируете детектор новый для себя, попросите кого-нибудь на телефончик себе звякнуть, и послушайте, каков будет сигнал детектора, когда ваш телефон начнет регистрироваться в сети. Если там начнет с ума сильно сходить, не просто жужжание, а там какой-то вообще жуткий перезвон, есть опасность того, что у детектора очень все плохо с помехоустойчивостью, и вы не сможете работать нигде рядом с линией электропередач, с другими детекторами. Но это в основном касается, конечно, совсем каких-то дешевых полусамопальных детекторов, или там душмана какого-нибудь украино-болгарского производства. Остальные современные детекторы к помехам более-менее устойчивы. Значит, про что я еще забыл упомянуть, это про то, что надо быть при тестировании осторожным с выбором монет. Если со старыми монетами более-менее все понятно, они, как правило, моносплавные, то есть, если там серебро, как в рубле, то там серебро. Современные же монеты, это может быть чудо просто какое-то. Скажем, вот европейские монеты 1, 2, 5 центов. Это на самом деле железо с плакированной медью. Только монеты 10, 20 и 50 центов. На самом деле это оловянная бронза. И монеты в 1, 2 евро. Это биметалл трехкомпонентный. В середине там никелевая небольшая полоска фольги. Сверху, допустим, на 1 евровой монете, это медно-никелевый сплав и вокруг латунное кольцо. И такие монеты могут совершенно, в зависимости под каким углом вы проводите возле катушки, могут давать различный сигнал. В этом плане для именно определения дискриминации, очень интересный для тех, кто ближе к Евросоюзу, монеты 1, 2, 5 центов. В России сейчас начали с 2011 года все монеты делать на основе железа с плакировкой. Там вы тоже можете поиграться, послушать, как именно детектор дискриминирует. Послушать, на какой что ли типа массе железа, слегка ржавого, детектор эту массу начинает кидать уже в цветнину. Скажем, берем 1 центовую монетку. До 5 сантиметров, наверное, правильное определение, что это железо. Ближе к 10 сантиметрам уже начинает ошибаться, видит только медь на поверхности монеты. Двухцентовую монетку вот так где-то дискриминирует. 5 центов видит только верхний фактически медный слой. В любом случае, вот этот тест на дискриминацию именно плакированных монет, он зависит очень сильно от частоты детектора, от многих нюансов. Но такой тест вы можете провести, да, тоже. Он позволяет не только, в общем, грубо говоря, понять, если вам интересен пляжный поиск, понять, как будут звучать эти монеты, но и приблизительно позволяет понять, как будут звучать пробки, пивные пробки. Потому что если вы с собой даже мешок пивных пробок соберете, все равно они из очень разных сплавов, разной степени окисления, это будет не очень понятный тест. А вот на таких ходовых монетках вы для себя можете разные детекторы потестировать и в целом понять, как будет производиться звук на плакировку и так далее и тому подобное. И еще один нюанс, о котором я хотел рассказать, это, значит, различные такие своеобразные тесты по принципу, не знаю, чешуя на топоре, чешуя под топором, кованые рубли под кованными гвоздями. И все это детекторы типа видят, но на самом деле здесь просто мы имеем в виду суммарный сигнал, да, то есть рубль в данном случае лежится, прикасается с железом. Все это детектором распознается, как, грубо говоря, монотонный объект, большая масса, значит, металла, здесь килограмм железа плюс серебряный рубль, ну, естественно, все это будет капитально будет ловиться детектором. Если даже и не ловится в большинстве, значит, детекторов современных, типа вот как в Прохоре есть кнопочка Iron Audio, и вы всегда сможете звук железа перегнать в звук цветного металла и тем самым показав кому угодно, что угодно, да, соответственно, вы должны понимать, чтобы современный детектор был включен в правильном режиме. Сейчас я еще этот фокус продемонстрирую, грубо говоря, на рубле, замаскированном гвоздями. Ну вот вам самый такой тест, называемый рубль под гвоздями, очень сильно может зависеть от расположения от гвоздей, от размера монеты и многих нюансов, да, то есть что там под землей зарыто, под этим рублем тоже. Сейчас давайте попробуем. Четкий железный сигнал, да. Ну, буквально нажатие одной кнопки. Четкий цветной сигнал. Можно кому-то рассказывать, кто не в курсе. Смотрите, какая потрясающая дискриминация у детектора. И так часто делают, впаривая какие-то однотональные, бездисплейные детекторы, там, не знаю, болгарского производства. Ну, в целом, наверное, на этом на сегодня все. Если что-то еще пока буду добираться домой, вспомню. Расскажу уже дома, подключив веб-камеру. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал.